Так, Борис спрашивает, что такое золотой клиент, какие он имеет преимущества и как им стать? Да, Борис, мы уже ответили на этот вопрос. По сути, еще раз могу сказать о том, что золотой клиент, это клиент, который сделал покупок на общую сумму 400 гривен, получил эту скидку в 20%, пользуется нею постоянно, конечно. Хорошо. Галина, где можно получить информацию по товарам, на которые в данный момент есть скидки? Спасибо, Галина. Информацию об этих товарах можно в первую очередь получить, конечно же, в каталогах, поскольку создаются специальные скидочные каталоги. Также информацию можно узнать на горячей линии, позвонив по телефону номер 751-736, где консультанты подскажут, на какой товар сейчас есть скидка, что сейчас в распродаже. И еще у нас есть такая, на мой взгляд, полезная вещь, как, скажем, вкладыши распродажи, которые вместе с товаром кладутся в посылку нашему клиенту. Как только посылка сформирована, если на данный момент есть распродажа, то в посылку также кладется вкладыш с товарами, на который в данный момент распродажа. Получая посылку, клиент также получает информацию о том, что сейчас идет с какими-то хорошими скидками, что можно для себя посмотреть. Вы как-то говорили, у Вас есть сезонный распродаж. Есть и сезонный распродаж. А что это значит, какие товары туда входят, в зависимости от сезона? Да, в зависимости от сезона. Это могут быть товары для сада. Весна начинается, сад, огород и какие-то, допустим, новинки, которые идут. Мы их даем со специальными ценами. Можно для себя сразу же посмотреть. Ага, вот какая интересная новинка. У меня вот сейчас нужно как раз растения удобрять. Можно это взять. Если мы говорим о осени, то это школа. Это школьники, когда нужно закупить сразу и рюкзак, и пенал, и книги, и тетради. То мы также для наших клиентов создаем каталоги, в которых даем товар со скидками, чтобы можно было как-то подготовиться к этому важному событию, как школа, с меньшими затратами. То есть у Вас распродажа идет в сезон. Не после сезона, как в обычных магазинах, а наоборот? Да. Есть и после, когда уже товар, который прошел, мы даем его действительно уже побросываем буквально ценам. Ну и, конечно же, есть товары, которые мы ставим со скидкой для наших клиентов в сам сезон. Не все, но какие-то товары, которые можно для себя выбрать, для своих близких. Новинки, которые сначала предлагаются по цене, которая может заинтересовать клиента, чтобы было интересно попробовать, что же это за. Чтобы заинтересовать, чтобы было интересно попробовать. Такие новинки, они не всегда вызывают интерес. То есть все-таки наши люди, как и все, мы любим чему-то привычному, да? Да, 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 осторожничают. Осторожничают. А поскольку новинки хорошие, мы знаем о том, что эта вещь действительно нужна и полезна, то цена также привлекает. Следующий вопрос от Ярослава. Моя мама является покупателем Вашей продукции. Все время берет что-то. Не так давно она стала платиновым клиентом. Но она никак не может разобраться, что же дает ей этот статус. Помогите, пожалуйста. Ярослава, спасибо за вопрос. Значит, мама Ваша не просто что-то берет, она покупает наши товары. Она пользуется ним. Я думаю, что она довольна. Это 100%. И, конечно же, она наш активный, скажем так, клиент, который помогает нам, участвует в анкетировании, который, по всей видимости, с нами уже давно. И, соответственно, у нее уже статус платиновый клиент, 20% скидка постоянная. И также определенные привилегии, о которых я говорила, это скидки в каталогах, это личный менеджер. То есть я думаю, что ей это интересно. Она в каталогах определенных сможет просмотреть. Вот там так написано. Для платиновых клиентов. Страница для платиновых клиентов. Каталог для платиновых клиентов. То есть в самих каталогах эта информация есть. Она написана. Можно позвонить на горячую линию, и операторы более подробно расскажут о том, что до этого. Когда человек заказывает, делает заказ у вас через горячую линию, он должен говорить, я у вас являюсь платиновым клиентом. Либо уже в базе по фамилии все видно, у кого какая скидка. Конечно же. Тем более мы говорим о личном менеджере, который сразу же знает, что звонок у нас идет от платинового клиента. И он сразу же видит, с кем общается, видит все статусы, привилегии. И с платиновым клиентом общается его менеджер. То есть тот человек, который постоянно ведет разговор, знает всю историю общения, историю заказов. Поэтому вся информация по платиновому золотому клиенту. То есть, ну, как бы видна для операторов, они знают, что есть уже скидка. И называют, что ли, как подгонять им не нужно. Откределять карточку, так тем более. Карточка, конечно же, уже есть у клиента на руках. Ну, потому что, да, это его. Но поскольку мы все-таки не магазин, то ходить с ней не обязательно. Она есть уже автоматически, эта скидка срабатывает. Далее, Игорь, интересуется, ваши товары нацелены только на пенсионерок? Говорят, есть проблемы с доставкой, в частности, в Кривой Рок. Спасибо, вопрос интересный. Тем более, что товары для пенсионеров, ну, несколько сузили круг на самом деле. Поскольку у нас достаточно широкий ассортимент товаров. И рассчитан он на аудиторию совершенно разную. Есть товары, как я уже говорила, для мужчин. Достаточно много товаров для мужчин. Гели для бритья, после бритья, всевозможные гели. Шампуни, которые именно рассчитаны на мужчин. Декоративная косметика. Мы расширяем эту линейку. Помады, туши, карандаши. Умывалочки для лица. Кремы для лица. Для молодой кожи. То есть, для молодых женщин будет очень интересно. Есть товары для детей и школьников. Рюкзаки, тетради, справочная литература. То есть, на самом деле, каждый для себя найдет товар, который он будет интересен. Да, конечно, я согласна с тем, что большинство нашего товара – это товар для тех, кто заботится о себе, о своей семье, о доме. Ну, может быть, поэтому сложилось такое впечатление где-то. Поэтому так. Если говорить о кривом роге, правильно? Да. Кривой рог. То, снова же мы о доставке уже говорили. И формирование заказа от момента регистрации до отправки – это 2-3 дня максимум. В дальнейшем, снова же, от выбора оператора доставки. Если мы говорим об Укрпочте, то нормативные сроки Укрпочты – это день получения посылки плюс 3, день плюс 4, день плюс 5. В зависимости от регионов, эти сроки почтой регламентируются, поскольку это норма. Курьерская доставка работает еще быстрее, при необходимости может посылку доставлять в срок, который говорил клиент. Поэтому мы работаем с Укрпочтой давно, наш партнер постоянный. И если говорить вообще, в принципе, то это самый крупный оператор почтой связи Украины. И благодаря ему посылки и письма, всю корреспонденцию, любой человек, не только клиент нашей компании, может получать по всей территории Украины. Даже в самые маленькие города, Кривой рог – это крупный город. Поэтому, может быть, какой-то особенный случай был, поэтому мне будет сложно сейчас что-то. Я могу точно сказать, что нормативы выдерживаются. Часто у Вас заказывают товары не из городов, а из селу, допустим, из удаленных каких-то мест? Да, заказывают не только из крупных городов, но и из небольших населенных пунктов. И доставка всегда работает хорошо, поскольку мы знаем точно, что наш партнер доставит посылку. Ольга спрашивает далее. Домой время от времени приходят письма о выигрыше 100 тысяч гривен. Никогда не верила в победу, у Вас розыгрыш всегда проводится честно. Спасибо. А что значит письма о выигрыше 100 тысяч гривен? Что могут участвовать в этом розыгрыше? Да, наши письма, которые получают клиенты, говорят о том, что вместе с каталогом идет письмо объяснение. То есть, что это, да, что мы еще предлагаем. Поскольку каталог там понятен, там продукция, описание о программе лояльности, но не всегда знают о том, что есть вот такая интересная, достаточно продуманная, хорошо программа с призами, которые разыгрываются в ходе наших акций. То мы, конечно, для наших клиентов готовим письма, где описываем о том, что впереди, какие акции есть, в которых они имеют возможность поучаствовать, покупая товары в каталогах. Поэтому, естественно, в письме говорится о том, что есть возможность выиграть приз в акции 250 тысяч гривен, 150, это вот который финал акции будет, также наша сезонная и промежуточная акция. Поэтому в письме, конечно же, об этом идет речь. Насчет честности. Насчет честности, да. Конечно же, мы хотим, чтобы наши клиенты нам доверяли, все, что проводится, все наши акции, все розыгрыши проводятся открыто, проводятся прозрачно. Для чего? Чтобы можно было посмотреть, чтобы, та же онлайн-трансляция, она проводится для того, чтобы можно было в прямом эфире увидеть, как проводится розыгрыш, как проводится вот сам ход. Обеспечение вот той честности, о которой был вопрос, это комиссия, которая состоит из нотариуса, юриста, приглашенных клиентов, которые сами проверяют за тем, как, где, потому что они тоже принимают участие вот в этом розыгрыше. Велаются протоколы, которые, конечно же, утверждаются на законодательном уровне. Кроме того, все результаты находятся в открытом доступе. Сайты, точнее, наш сайт, сайт, на котором идет онлайн-трансляция. Если мы говорим о онлайн-трансляции, обычно мы проводим ее, конечно, на финал акции, но результаты промежуточных акций можно посмотреть также на нашем сайте. Они печатаются в СМИ, региональные газеты, всеукраинские газеты, поэтому ознакомиться можно с информацией всегда. Как Вы связываетесь с победителем? С победителем обычно ему звонят. Конечно же, для того, чтобы... Мы отправляем телеграмму, всегда это обязательное условие, и звоним. И по телефону сообщаем, что Вы являетесь победителем. А чтобы забрать приз, победителю нужно приехать? Победитель приезжает к нам, да? Ну, с такими связями он говорит и приехать. Ну, конечно, тем более, вот, одна из наших личностей, кстати, давала интервью, вот, относительно приза, всеукраинская газета, ваши советы и рецепты, и что очень приятно, она говорила о том, что приз, который она получила, она не просто потратила на что-то, купила себе что-то, а она хотела на благотворительность. То есть, ну, вот, каждый человек для себя определяет, для чего ему этот выигрыш, победа в наших акциях. Если интересно, то можно ознакомиться с интервью, можно зайти к нам на сайт, посмотреть, что ЭКО-проходило. Следующий вопрос от Оксаны. Добрый день, подскажите, о чем же все-таки разница между ЭКО-МАКО и Имидж-Кубом, кроме названия, разумеется? Да, я поясню, спасибо за вопрос. ЭКО-МАКО – это бренд, это линейка, скажем, продукции, которую выпускает компания Имидж-Куб. То есть, наша компания также в своих каталогах представляет продукцию других украинских производителей, но ЭКО-МАКО – это вот наше производство, это наш уникальный узнаваемый продукт, который мы выпускаем именно под своим брендом, под своим торговым органом. Вот к нам приходят вопросы на сайт. Скажите, а Вы сами пользуетесь товарами из своих каталогов? Какими именно? И пользуются ли Ваши родственники? Спасибо за вопрос. Да, конечно, мы пользуемся. Бальзам целебно-антисептический, всегда есть в аптечке у меня, у моих родственников, у мамы, у крестников, у всех. То есть, я могу сказать, буквально за каждого сотрудника, мы все покупаем этот продукт, потому что мы знаем, что он поможет, знаю, что пользуется бальзам, акуль и хрящ. Зимой я покупала комарковский сироп витамины. Да, зима, нужно как-то иммунитет восстанавливать. Продукцией однозначно пользуемся, потому что мы ее продаем, за нее отвечаем, за качество этого продукта, и, соответственно, мы знаем, что это хорошая продукция. Так, еще пришел вопрос. Добрый день, Оксана. Скажите, пожалуйста, а как у Вас доставка в отдаленные села? Добрый день. Доставка, хорошо. Говорила уже об этом, да, о том, что Укрпочта, собственно говоря, благодаря ей, благодаря этой компании, подправка в самую удаленную блоки Украины не является сложностью. Так, и, видимо, последний вопрос от Илоны. В эру развития интернета и заказов через магазин интернет, как Вы думаете, будет оставаться популярна рассылка через почту? Спасибо за вопрос. Как бы ни развивался интернет, все равно он есть не у всех, и даже когда будет он повсеместно, это как книги. Есть электронные книги, есть интернет, есть все, что угодно, но бумажные книги, они всегда есть, были и будут точно так же. И будут письма, которые являются частичкой такой вот, мне кажется, у них есть какая-то душа, да, это бумажное письмо, которое пришло, которое открывается своими руками, которое читается, это каталог, который можно посмотреть, пощупать. То есть это персонализация, скажем так, это адресный подход к клиенту, личный подход. Я думаю, что каталожная торговля в Украине вообще только развивается, но все впереди, в основном. Это был наш последний вопрос. Я Вас попрошу сказать завершающее слово. Спасибо всем клиентам, всем, возможно, будущим клиентам, всем, кому была интересна тема этой конференции, за вопросы интересные, за то, что Вас заинтересовала вообще, в принципе, наша компания, сфера нашей деятельности. Становитесь нашими клиентами, пользуйтесь нашей продукцией, принимайте участие в наших акциях. Всех с весной, с наступающими праздниками. Спасибо большое.